Всем привет, друзья! Вы смотрите блокнот Волгограда и прямо сейчас мы находимся на автодроме автошколы «Старт». Как подготавливают будущих водителей, что рассказывают и чему обучают, узнаем прямо сейчас. Представьтесь, пожалуйста. Александр Владимирович Ищенко, руководитель сети образовательных учреждений «Старт». Расскажите, пожалуйста, чему обучают в ваших автошколах? На сегодняшний день мы обучаем безопасность дорожного движения и осуществляем подготовку водителей всех категорий. Помимо профессиональных инструкторов, вы приглашаете кого-то еще к себе в гости для того, чтобы предотвратить разные, разнообразные случаи, которые возможны на дорогах? Конечно. Мы постоянно стараемся сотрудничать с органами муниципалитета и с представителями, соответственно, ГИБДД, для того, чтобы они проводили разъяснительную работу среди учеников нашей школы, потому что безопасность дорожного движения является первоочередной нашей задачей. Ну и также, помимо этого, я смотрю, вы сегодня пригласили представителей российской железной дороги. Приволской железной дороги, для того, чтобы они нам провели лекцию по безопасности дорожного движения. Ведь, как говорят, самое опасное – это железнодорожные переезды. Конечно, потому что поезд при такой массе остановить очень сложно. Значит, сегодня мы проводим такую акцию, как для будущих начинающих водителей. Это безопасность на железнодорожных переездах. Ну, немножко отойду в сторону и расскажу, и, может быть, сейчас наглядно покажем, как происходит и как все зависит не только от машиниста поезда, ведущего состав, но и как зависит жизнь и судьба граждан Российской Федерации, соответственно, и, соответственно, ваша жизнь на именно железнодорожных переездах. Если углубиться в техническое состояние и в техническую часть железнодорожного подвижного состава, то при скорости 60 км в час тормозной путь составляет 800 метров. Должны каждый понимать и осознавать. Выезжая на запрещающие показания светофора, заградительной сигнализации, и происходит нестандартная ситуация на переезде, поезд мгновенно остановиться не сможет. В преддверии Международного женского дня какие бы слова вы сказали прекрасным дамам, тем, кто сейчас нас с вами смотрит, ну и, в первую очередь, тем, кто ходит к вам на обучение? Хотелось бы поздравить всех дам с 8 марта, с Международным женским днем, пожелать любви, здоровья и удачи. Ну и последний вопрос. Как вас можно найти, как можно записаться к вам на занятия? Найти нас можно на официальном сайте сеть Автошкол Старт. Всегда будем рады вас видеть.